Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами мыльные новости, которые мы надеемся вас развлекнуть. Итак, первая новость у нас, уже не такая уж большая новость, мы об этом уже говорили в прошлый раз. Астрид Каролина Эрера знает пол будущего ребенка. Это девочка. Астрид Каролина, безусловно, женщина отважная. Все же 50 лет, это не 18. Хотя в 21 веке все приоритеты сдвинулись, и то, что раньше было верхом безрассудства, теперь считается абсолютно нормальным. Так что все будет отлично. У нее устоявшаяся карьера, у нее нормальное благосостояние. Хватит и на нянек, и на учителей, и на все, что нужно. Поэтому считаем, что 50-летняя женщина совершенно спокойно может быть матерью, если у нее есть за душой то, что имеет Астрид Каролина. Ну а вот публике не удалось порадоваться по аналогичному поводу за Еву Мендес. Еще в феврале стали распространяться слухи о ее беременности. Ну и Ева не стала долго ждать, публично все эти слухи опровергла. Сказала, что никаких детей не предвидится. Возникает дурацкий вопрос, откуда же зародилась эта сплетня. А вот откуда. Дело в том, что Ева в Майамском аэропорту отказалась проходить через сканер. И она объяснила это тем, что она не очень доверяет рентгеновским лучам. Вообще старается эти сканеры, все эти вещи, там где с рентгеновскими лучами все это связано, она старается этого избегать. Считает, что это очень вредно для здоровья. А во-вторых, ей не очень нравится, что когда вот сканируют в аэропортах пассажиров, то получается так, что пассажиры как бы предстают без одежды. И не то, чтобы она была так стыдлива, просто ей не очень хотелось бы, чтобы это видел не только офицер, делающий эту процедуру, но и часть публики. Вот она говорит, я не против, если меня просканируют в специально отведенном для этого помещении, без посторонних глаз. В общем, я законопослушный человек, и ради бога, почему нет, завсегда, можно сказать. А вот на глазах у изумленной публики не хочу. Ну, в общем, понятное дело, мало кому, наверное, нравится такая процедура. Просто они не так знамениты и популярны, как Ева Мендес, а так вы тоже, наверное, с удовольствием его прошли, специально отведены для этого месяца. Вот в отличие от Ева Мендес, Минель Конде, все-таки беременна, да. Правда, сделала из своей беременности, как всегда, настоящий цирк. Сначала орала со слезами на глазах, что ее оклеветали, что это провокация, что это целая компания, как бы она так это выразилась, направленная на то, чтобы, так сказать, ее унизить. Через некоторое время выяснилось, что она таки беременна, ждет близнецов. Она стала давать эксклюзивное интервью, где грозилась рассказать о своей беременности все-все-все. До последней детали. Ну, в общем, потрясающая женщина, которая за пиар удавится. Я бы сказала, что это просто какой-то паноптикум ходящий. Даже ее дочь София от брака с Ари Телчем не выдержала своей мамы, у которой каждый день фейерверк. И решила, что с отцом ей будет как-то поспокойнее. Ушла к нему. Тот, конечно, тоже не подарок, но не до такой же степени, кстати. Ведь именно он почти официально считается шизофреником. У него биполярное расстройство. Но, видимо, по сравнению с буйно помешанной мамой папа кажется образцом здравомыслия. В общем, бедная девочка. Еще одна дама у нас тут веселит публику. Ну, как сказать. Каждый раз, когда мы о ней говорим, она что-нибудь интересненькое такое предлагает нашему вниманию. И Татя Контораль. На этот раз это не алкогольный скандаль, слава тебе, Господи. Это всего-навсего, тихо, скромно, обвинение в неверности. Причем виновник торжества, старшая Итати на 21 год. А ее мужа, кубинца Карлоса Круса, на 23 года. Дело в том, что Итати 38, а мужу ее 36. Так вот, она молодец, она нашла себе кавалера, который старше их обоих. Достаточно намного. Как зовут счастливца? Счастливца зовут Рауль Падилья. Он ректор университета Гвадалахары. Вот все интересно. Где в ней умудрились пересечься? Наверное, на симпозионе. Точнее, симпозиуме. Если вспомнить первоначальный смысл этого слова, с древнегреческого это переводится как попойка. Вот, может, там вот и познакомились. И этот симпозиум, видно, проходил в ближайшем баре. Ну, кроме шуток, конечно, положение-то серьезное. Ну, сама Итати отрицает супружескую неверность, но признает, что проблема с алкоголем у нее есть. Хотя и уверяет, что нет-нет-нет, это еще не болезнь. Она говорит, вы же знаете, что алкоголизм – это болезнь, а у меня, в общем, никакой болезни нет. Ну, говорят, что вообще-то родственники даже хотели поместить ее в специальную клинику. Значит, уверены, что уже пора. Ну, надо бы, потому что если все так будет продолжаться в том же духе, то у нее печальные перспективы. Кристиан Мейер, кажется, завел себе новую возлюбленную. Это модель по имени Милет Фигуэроа. На вопрос о Кристиане она нервно ответила, что все это грязные домысли и бла-бла-бла-бла-бла. Ну, как это всегда говорится, да? Что ничего не знаю. Знать-то его знаю, да? Но кто такой конкретно не знаю. Вот. А может быть, мы просто друзья. И, ну, как все там к этому делу прилагается, как всегда. Но поздно пить боржоми, уважаемые граждане, потому что Милет продала лучшая подруга, которая пообещала прессе жареных фактов. Ну, вот опять же, молчать красиво и безопасно. А то будет, как у Дамари Лопес. А Дамари в свое время растрещалась на весь белый свет, что Крис ее жених. А он возьми и соскучи. И заявил, что не знает, о чем она вообще говорит. Придумала все. Ну, может быть, Милет поэтому и нервничает. Потому что никто не знает, как Кристиан среагирует на все эти интересные штучки в прессе. Барбара Мори разорвала отношения с Джоном Эккером. Ну, можно сказать так, что еще одну пару развела работа и расстояние. Телефон и скайп, это, конечно, замечательно. Но для нормального общения плоховато. Никто не заменит этого самого нормального общения. Говорят, что Барбара позвонила любимому и сказала, что им лучше остаться друзьями. Ну, вот, фини каламоре. Здравствуй, дружбы, как говорится. И еще одна любовь, кажется, кончается в муках. В буквальном смысле этого слова. Синтия Клибо, которая была так счастлива выйти замуж, не может скрыть страха и тревоги при виде собственного мужа. Оказывается, что он довольно ревнивый и даже агрессивный. Синтия лежала несколько дней в клинике, где ей делали легкую пластику лица, убирали мешки под глазами, там еще какие-то коррекции, в общем, делали. Ну и вот. И народ имел возможность не только увидеть ее замечательного мужа, когда он посетил ее в клинике, но и услышать его вопли и ревнивые угрозы. Публика в восторге, Синтия в слезах, мыль на оперу в каждый дом. Хорошо, конечно, быть в качестве публики, а вот в качестве действующего лица не особенно. Ну вот, жизнь, она как сказка. Чем дальше, тем страшнее. На этом заканчиваем нашу программу. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Продолжение следует...